Ну что ж, дорогие друзья, у нас с вами начинается вторая карта оверпасс противостояния G2 против команды Dignitas. С вами сегодня работают Сеня и Уха. Ну и давайте смотреть пистолетный раунд. Он начнется с минуты на минуту. Ну и мы видим, что Dignitas у нас начинает в атаке. G2 начинает за дефенс. Дигнитос. Карта, в общем-то, довольно-таки сбалансирована, но здесь сложно говорить на самом деле о балансе. Сейчас, так как мы видели вот только что Инферно в исполнении G2, которые за атаку просто разобрали. Dignitas взяли 12 раундов и Dignitas абсолютно ничего не смогли продемонстрировать в защите. Сейчас мы видим то, что Dignitas начинает в атаке. Возможно, это как-то поможет. У них будут развязаны руки, руки в плане тактики. Они будут сильно этим париться и будут просто носиться, бегать, стрелять. И у них это будет получаться. В конечном итоге они смогут навязать размены. Сейчас Dignitas пропушили уже детскую площадку и бегут с плитом банан. Нет, это не сплит, это просто 4 длина и один Рубинио чекает туалеты. Просто занимает длину. В принципе, мы такой пистолетный раунд видим довольно часто на оверпассе, когда идут на длину, дальше в туалеты, дальше в туннели, кучей бегают и стараются где-то отстрелить. Соответственно, отгоняют оппонентов на А и можно вроде как заходить на двоих, а иногда даже на одного на точку Б. У нас, кстати, нет абсолютно гранат у команды Dignitas, поэтому никаких смоков, никакого коктейля они откинуть не смогут. Тем временем Existence находится у нас на банане в нычке. Не знаю, проверят ли капитана команды G2. Я очень сомневаюсь, хотя, в принципе, позиция довольно стандартная и можно сюда чекать. Но пока что Тенский обошел. Рядом с Existence прям стоит Кьярбой. Начинается выход длина плюс банан. Шокси чекает позицию, оцеливает дальнего, старается убить ближних. Тем временем Existence так и делает один минус. Никто его не проверяет, выживает. Капитан команды G2 выходит дальше на банан, забирает Тенский, старается слить контейнеры. У него это получилось. Минус Рубиньо. Браво Existence. Трипл килл. Конфиг остается один против троих. Уходит на туннели. 25 секунд. Возвращается все-таки на банан и пойдет на точку А. Но этот плент охраняет два человека у команды G2. И шансов, конечно же, у конфига, ну, практически нет. Нет, промахивается конфиг, заходит, оцеливает скрима, а вот теперь шансы появились. Правда, у Смитса 100 и от Headshot 1-0 за французами. Ну и великолепная работа от Existence. Естественно, парень сделал три минуса. Красавчик. Но и тут Дигдитас, конечно же, также сами виноваты, что отдались ему, потому как не чекнули элементарную нычку. В принципе, заход был в основной своей массе через туалет. И как можно было не прочекать позицию, которая находится возле тебя и довольно-таки близкая. Но тут можно долго на эту тему спорить. Ведь в конечном итоге мы видели, что G2 на индивидуальном классе Existence, конечно же, который сделал большинство работы в этом раунде, все-таки забирают пистолеточку. 1-0 и Force Buy с гранатами, с огромным, неплохим, вернее, закупом в плане пистолетов. Теги, деглы, мы видим, и Existence уже забирает одного игрока команды Дигнитас. Ну, постарается сейчас, ребята, из Дигнитас снова реализовать как-то свои винтовочки, которые у них имеются. Это теки, даже скорострельные пистолеты, вторые арморы. Правда, уже погиб МСЛ, у конфига 18%. Рубини находится пока что у нас под Б, и вроде как пойдут именно на эту точку. Откидывает Рубини четкий смок на плент. Existence уже смещается на позицию, готов помогать своим тиммейтам. Тем не менее, Мартикец, Лево-Итранский погибает Рубини. Кьярбай пока что делает один, единственный минус, делает два кила, и, видите, все хорошо. Именно Кьярбай с его дезертигломой. Ой-ой-ой-ой-ой, это что? Это может быть Эйс? Боже мой, что он делает? Ну, все-таки Шокси справился. Вот это да. Кьярбай, квадрокилл, один в пять, находился, играл этот товарищ. В итоге, что он дает? Ну, это Кьярбай, о его дигле мы все наслышаны. Да, действительно, этот, кстати, знаменитый дигл. По-моему, это был, мы с тобой комментили, DreamHack Leipzig, там тоже он отметился. И в твиттере многие топовые игроки писали, что, мол, вообще, вак-вак, дигл, просто Кьярбай что творит. Ну и отличная работа от Дигнетес. Правда, у них сейчас все равно эко-раунд, несмотря на то, что ситуация осталась один в один. Но бомбу не поставили, и денег, естественно, нет. А то агрессивно тут играет Шокс с Экзистенсом на фонтанах. Сделали уже четыре минуса, и Кьярбай у нас остается один. Ну и, конечно же, сейчас ему не дадут так отыграть, как в прошлом раунде. Но кто-то может загулять, и вот он, Кьярбай, находит Экзистенс. Интересно, чем это все закончится. Сейчас посмотрим. Старается ваншот свои делать, сделал один килл. В итоге огромный дэмэдж нанес, извините, под G2, потому что парни теперь вынуждены постоянно менять свои оружки, покупать вторые арморы, тратиться на гранаты, и теперь полторуху Экзистенса. В принципе, этого не хватит в следующем раунде. РПК, я так понимаю, остается со своей МПшкой, Смитс остается с МПшкой против АК-47 и вторых арморов. Ну и Дигнетес, и, возможно, сейчас возьмут раунд. А если возьмут, тогда G2 будут испытывать трудности с баем в следующем раунде. Ну, Дигнетес, вот буквально вчера мы смотрели против Na'Vi на оверпассе, они там очень плохо отыграли. В первичном итоге, если я не ошибаюсь, Na'Vi начинали в атаке, и они там их в хлам развалили, Дигнетес оборонялись, и там ничего не складывалось. Но сейчас мы видим, Дигнетес играет в атаке. И РПК, отличный поджимчик от команды G2 на точке B. Мы видим, что Рубинио там находился один, и очень классный выпад от G2 под флешку, все, Грамонта. Грамотно взвоем сыграл РПК со скримом. Сейчас на длине пытается Киарва сделать минус Смитс. Смитс в итоге пытается отойти, но Киарва его убивает. И Дигнетес, в общем-то, принимает довольно-таки правильное решение. Они смещаются на точку B. Проблема в том, что они сейчас по таймингу могут проиграть. Они уже очень долго сидят здесь перед Зигом. Скрим, мы видим, один играет на B. И Тенски замыкает все это, будет замыкать через большие пески. Ну и у Дигнетес сейчас вот-вот начнется выход через Зиг. Очень долго, парни. Быстрее нужно двигаться. Стяжка пошла от G2, и Дигнетес заходит на плен B. Скрима моментально вырубает. На точке B МСЛ делает минус. РПК врывается в малые пески. Разменивает МСЛ, а Нокьярбай убивает РПК в ответ. И конфиг устанавливает бомбу. Ребята из команды Дигнетес находятся втроем против одного Экзистенса. И парни постараются сейчас взять тот раунд. Экзистенса отстреливает все-таки игрока на Зиге. И остается теперь уж 1-2. Конфиг красный. Если удастся отстрелить Тенски, тогда 1 на 1 вроде как против конфига можно затащить. Но вовремя Тенски проверяет плент и убивает Экзистенса прямиком в спину. 3-1 в пользу французов и первые трудности для этих парней. Но вроде как РПК может дать дроп тиммейтам. Соответственно 4 Эмки как минимум. И Скрим покупает дробовик. Интересное решение для Скрима. В принципе, наверное, если брать во внимание Супер АИМ Скрима, наверное, больше логики было бы в том, если бы Экзистенс отдал ему Эмку, а сам бы взял этот дробовик. Но нет, именно Скрим, один из лучших стрелков мира, сейчас будет стараться тащить раунд, будучи с дробовиком. И, соответственно, нужно подбирать хорошую точку и оцеливать соперников за счет ближней дистанции. И мы видим, что конфиг уже с Киарбаем заходят в туалет. И МСЛ тут с фонтанов также двигается. И сейчас у нас будет первый экшен от Экзистенса, который довольно-таки близко здесь находился. Но отдал позицию, по ступенькам спустился вниз. И там уже на банане вычислили Дигнитас. Игрока командой G2 это Смитс. Ну, у Дигнитас вроде как все неплохо, но сейчас будет первая стычка. И ее проиграет Дигнитас. Потеряли МСЛ. Экзистенс отлично отработал. Смитс тут же хелпает на туалетах, но Киарбай забирает Экзистенс. И это ключевой минус. Если Дигнитас сейчас решат зайти на точку Б, у них может все получиться. Так как там есть еще один игрок, это Рубиньо, который сидит перед трубой, перед заходом на Б. Ну и надо Дигнитас двигаться. Опять очень-очень все медленно. Парни, по таймингу нужно немножечко быстрее. И отлично. И сейчас Шокси очень грамотно играет. Поджимает туалет и может выиграть позицию. Шокси действительно спреет. Заходит бок сопернику. Тенский вроде как его проверил. Но этот человек был формальным. В итоге Тенский погиб. Остается 3 в 3. Шокси выигрывает много времени для своих парней. Тем временем Дигнитасы стягиваются под зигзаг. Будут раскидывать точку Б и выходить именно на этот плент. Рубиньо с АК-47 чекает большие пески. Разворот налево-вправо. Никого здесь нету. Бомбу можно ставить. Ошиблить G2 в том угадывании плента. И в итоге погибает скрим. Остается РПК. Остается Шокси. 2 в 3. Постарается парня затащить. Не знают они, конечно же, сколько хп у нас. У конфига знали бы. Наверняка пошли бы пушили дальше. Сейчас отстрел, судя по всему, через хелпу. Если никого не убьют, тогда наверняка нужно уходить. Шокси нашивает ближние позиции. И парни уходят на сейв. Это второй раунд для датчан из команды Team Dignitas. Кстати, хотелось бы напомнить, что Dignitas в оверпасс играли совсем недавно. Проиграли команде Navis. Еще там 16-3. Это было вчера, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, наверное. Ты, наверное, даже комментировал этот матч. Да, с Димой. Ну и Шокси с РПК. Мы видим, что тем более ко всем их проблемам в этом раунде. Ситуации 2 в 3. У них еще и не было диффуза. Поэтому они пришли, сделали буст, прочекали. Попытались как-то, может быть, кого-то выманить. Выманить, сделать минус. Но мы видим, что все-таки четко отыграли Dignitas раунд. Они не отдали. Бомба взорвалась. В конечном итоге счет 3-2. И сейчас мы видим, что у G2 на самом деле проблемки в экономике. Вроде почему-то Смитс непонятно, почему он не купил. При этом скрим взял пистолет, взял армор. Ну, в общем-то, можно считать, что у G2 есть бай. Ну и действие Dignitas сейчас. Это очень важный момент. MSL нашивает Шокса. Как знал, что, возможно, находится игрок как раз-таки в этой позиции играет под Смок. Ну и в итоге Конфиг оцеливает Смитса. В этот раз Диги показывают, ну, уже значительно более высокий уровень, нежели не показали на карте в Дейнферно. И, может быть, нас ждет очень и очень интересная встреча. Занимает туннели. Действует Сорщан. Ну и в Систэнс. Один. Просто разваливает троих. Минус MSL. Конфиг и Тенске. Рубиньо делает размен. Но РПК молниеносно оцеливает Хярбай. В итоге Рубиньо остается один против двоих. И постарается затащить от раунд. Только мы говорим о том, что можно зацепиться за какой-то счет, за какой-то камбэк. Тут же Экзистенс на пятачке просто на одном месте убивает троих. Ну, это огромный провал просто от команды Дигнитос. Рубиньо, который обычно играет перед точкой Б. Он там, как и чаще всего, играет соло. И уже даже игроки G2 об этом знают. И его пытаются поджать и выкурить. Ну, и в конечном итоге он сделал минус игрока, который поджимал его. А Рубиньо пытается... Да, он все-таки забрал бомбу и находит Экзистенс. Отличная работа один в один. Ну, вот здесь G2 немножечко затупили. Они отдали инициативу и еще при этом разделились. Но сейчас Рубиньо рискует все-таки этот раунд взять. Интересная ситуация. Один в один. Смотрим, как будет действовать РПК. РПК с Мкой на шифте. Откидывает флешку. Большие пески. Пытается найти своего оппонента. И находит на Рубиньо. Браво! Как же здорово стрелял этот парень в этом раунде. 3 в 3. 3 в 3. Счет Дигнитос против команды G2. Временно ничья. Оставляют команду G2 без денег снова. И теперь уж французам нужно делать полноценное эко. Ну, конечно же, могут купить пистолеты P250. Ну, там G2 немножко, на самом деле, ошиблись в прошлом раунде. У них был очень плохой бай. И почему-то они решили сыграть агрессивно. А если посмотреть на историю атаки от Team Dignitas. Они каждый раунд играют очень медленно. Они вот... Приблизительно схема всегда одна и та же. Рубиньо играет перед B. 4 игрока идут в сторону детской площадки. Там, возможно, идет какой-то сплит в коридоры. Ну, вот в нижние эти туннели, да. И потом они уже занимают туалеты, занимают столы. И там уже навязывают какую-то борьбу. Но, не знаю почему, G2 знают о том, что Dignitas играет медленно. Но все равно сыграли агрессивно. В итоге умерли вдвоем от одного игрока. Не дав абсолютно размена. Ну, и в конечном итоге все это свернулось. Еще мы видели, как Existence, да. С Фомаса сделал три минуса. Невероятная работа. На самом деле, очень вовремя он это сделал. G2 все-таки могли взять раунд. Но, в конечном итоге, Рубиньо вытащил ситуацию 2 в 1. Счет 3-3. Мы видим сейчас у G2 эко-раунд. И они играют довольно-таки пассивно. Нет никаких поджимчиков. Три игрока на А, два на Б. Ну, и Dignitas, судя по всему, как раз пойдут на точку А через туалеты и длину. Накидка гранат от команды Dignitas на банане. Через длину уже заходит конфиг с друзьями. Конфиг от сливой терпике. Тем не менее, подсадка от Existence за машиной. Находит MSL. Отличная идея от французов. Сумели делать хотя бы какой-нибудь размин в этом раунде. Одна группа стоит. Докузов у нас нет. И с пистолетами в любом случае против АК-47 выбивать будет очень-очень трудно. Но снова решили Existence со своим тиммейтом сделать ту же подсадку возле машины. Находит теперь Тенске. Не ожидал Тенске ничего подобного. Погибает у нас игрок датского коллектива. Existence делает еще одну шляпу. Старается оцеливать абсолютно всех своих соперников. Попадает Рубини в Existence. Но его находит Скрим. Выходит в Киарбой с длины. Это ситуация 2 в 1. По-моему, G2 могут сейчас раздефузить эту бомбу. Но почему-то Скрим уходит назад. В принципе, были все шансы. Скрим просто забыл, что бомба у нас стоит немножко больше. Действительно, почему не пошли до конца воевать с Киарбой? Скрим просто испугался и неправильно рассчитал время. Потому что нужно было давить и 2 в 1 убивать. И там была не была. В принципе, шансы, мне кажется, были 4-3. Счет в этом матче. Ну и полноценный бай обеих команд. Но в целом, конечно же, круто сыграли G2. Да, на эко они очень хорошо отыграли. Вообще, с пистолетами парни на эко-раундах, на форс-баях. Я уже говорил это в прошлом матче. Отлично отыгрывают. Классную игру демонстрируют. Довольно-таки хороший уровень взаимопонимания и тимплея. Ну и тимди где-то в атаке берут уже 4 раунда подряд. Сейчас они решили идти на точку B. Перед этим все время они в основном двигались на А через фонтаны и туалеты. Сейчас они идут на точку B. Тут расположение игроков 2 плюс 2. И один у нас находится МСЛ. Сейчас в туннеле. Будет он открывать дверь. И, возможно, от него какая-то должна прилететь флешка. Ну и втроем G2 принимает плент B. Тенске на большом. Забирает моментально скрима. Погибает РПК. Рубинио выходит с тиммейтами на точку B. И команда G2 в который раз этот плент отдает. На малых песках остается Шокси. Старается делать килы. Отселивает моментально Хьярбой. Минус Рубинио от Экзистанса. Это 3 в 3. Прилетает ногу смоков на плент. Коктейль молотова в малый. И Смит старается слить с АВП оппонентов в зиге. МСЛ решил перегруппироваться. Уходит с своему тиммейту на большие. Смотрит за бочки. Но туда прошел Шокси. Прошел через флешку. Шокси в итоге забирает конфига. Стягиваются ребята из команды G2 на большие. Забирают тенки. Остается один единственный. Посредний игрок МСЛ. И команда G2 выбивает плент B. Будучи втроем против пятерых. Отличная работа от французов. Действительно очень круто. Отыграли французы в этом раунде. Перехватили полностью инициативу. Несмотря на то, что Team Dignitas вроде все правильно сделали. Сделали минуса. Были 5 в 3. Установили бобу. Но непонятно, как можно на самом деле такое проиграть. Тут конечно вопрос к датским парням. Потому как они умудрились все-таки проиграть. Очень плюсовую для себя ситуацию. И отдали в конечном итоге раунд. Но сейчас мы видим, что бай у них есть. У МСЛ'а Tech9. И Смитс поджимает фонтаны с авиком. И не попадает. Откидывает он флешки гранаты. Помогает ему тиммейты отойти. Сыграли немножко агрессивно G2 в начале раунда. Но это не принесло никаких плодов. Ну и Dignitas довольно-таки активно сейчас занимает длину. Халдят. Смотрят. Туннели у нас проверяет пока что Тенске. В 2 авика, Шокс, Смитс. Dignitas пытаются быстро, кстати, пройти все-таки на длине. Почему-то долго там на банане находился Тенске. Хотя нужно было, наверное, упироваться вместе с тиммейтами. Скрим врывается, забирает МСЛ. Экзистанс, все время, примечается на пистолет по 2000. Не старается аимить. И у него это вышло. Скрим вместе с своим капитаном делает еще один килл. Ну и конфиг остается один против троих. Отцеливает Смитсу. Отцеливает Скрима. И вовремя, снова вовремя выходит Экзистанс. Это 5-4 в пользу команды G2 Kinguin. Ну и неплохая у нас, на самом деле, борьба. Довольно-таки интересный матч. Вот оверпасс явно получше смотрится Инферно. Здесь как-то не в одни ворота, как все происходило там. Сейчас мы видим, что у Team Dignitas по-любому будет эко-раунд. У G2 появляется авик. У Смитса, я, кстати, не помню, мы на Инферно вообще видели АВП. По-моему, там за все Инферно не было ни одного АВП. Ну, Инферно такая карта, а на оверпассе в нем есть смысл. Да, безусловно, так и есть. Но, тем не менее, у Смитса есть АВП. Экзистанс поджимает фонтаны. Делает уже два минуса. Сбирает МСЛ с конфигом. У Dignitas, как я уже говорил, эко-раунд. Задача, в общем-то, здесь по максимуму сделать какие-то киллы. Но мы видим, что накоцали сильные Экзистанса игроки Team Dignitas. Но минус сделать не удалось. Сейчас парни играют в туалетах. Шокс пришел туда со своим божественным пулеметом. И все-таки сделал минус. Но Киарбай его угомонил. Забрал в итоге его царский девайс. И мы видим, что Смитс с АВП играет как раз на точке А. Куда, вроде как, через длину собираются заходить оставшихся два игрока. Это Тенский и Киарбай. Смитс пока что у нас за контейнером. Чекает туалеты. Забрали все-таки Шокс и Экзистанс красный. Ну и ходят туда-сюда у нас Dignitas. Пытаются вычлить своих соперников. Ну и возможно что-то выйдет, если кто-то ошибется. В принципе в CSGO никогда не знаешь, за каким поворотом тебя ждет какой-нибудь ошибающийся профессиональный профессионал. Полетает флешка. Смитс чекает дальше длину, но рядом с ним был Экзистанс, который четко тоже смотрит им на туалеты. Смитс забирает Киарбай. Счет 6-4 в пользу команды G2. И потихонечку французы начинают наращивать свое преимущество, превосходство на карте Оверпасс, будучи за сильную сторону, за КТ. Ну действительно, после неплохого стрика от Team Dignitas, 4 раунда. Сейчас мы видим G2 берет 3 подряд и укрепляется в экономике. Киарбай опять же закуп на все последние деньги, которые только есть. Но учитывая то, что они уже, если проиграет этот раунд, это будет 4 подряд, то возможно там по деньгам может быть... Ну скорее всего будет Эко, но Эко с какими-то неплохими пистолетами. Dignitas опять начинает медленно, приблизительно по той же схеме, как они действовали перед этим раундах. Смитс выходит на длину, его очень сильно коцает. Он с авиком отдает эту позицию, конфиг пытается его загнать и все-таки догоняет. Подожди, а он запрыгнул? А, все, я понял, да, я что-то пропустил этот момент. Очень круто он сыграл, догнал своего оппонента, это была инфа от тиммейта, что там есть авик. И конфиг как раз все это дело пропушивал под стеночкой, запрыгнул на конструкцию и в конечном итоге сделал минус. Отличная работа от Dignitas. Ситуация 5 в 4, сейчас они... Два игрока находятся в туалетах и три находятся перед точкой B. Проблема для Dignitas сейчас заключается в том, что все равно G2 держит 2 плюс 2 и они не отдают точку A. И если сейчас Existence с Шоксом подожмут туалет и поймут, что здесь никого нету, сразу же будет очевидно, что это выход B. Так и есть, Кирабай заходит первым, Зига не убивает, но RPK все-таки делает минус Кирабай, MSL отвечает, Рубини в это время сделал минус скрим. Плохая работа от игроков G2 на пленте B, потеряли двоих, сделали только один минус и конфиг забирает Шокса, который пытался через Зиг, через дверь и ворваться на хелпу. Ну и в конечном итоге мы видим, что Existence остается один на точке A, 4 игрока Team Dignitas сохраняют за собой плент B, естественно, с установленной бомбой и, судя по всему, забирают этот раунд. Ну и опять же, после небольшого камбэка от G2 Team Dignitas берут пятый раунд и, возможно, ну как минимум, я все-таки, видишь, хотел сказать о том, что они выживут, ну одного потеряли, не страшно, 3 человека выживет. В общем-то, по деньгам должно быть все хорошо, тем более взрывается бомба, счет 6-5, ну и, в общем-то, у G2 сейчас, по идее, также будет полноценный байраунд, тем более, еще и мы видим, Existence подбирает АВП. Existence взял снайперскую винтовку, естественно, дропает ее с Митсу, тем временем покупают АМК и все остальные. В принципе, G2 пока что лидирует в этой встрече за диффенс и, конечно же, не собирается больше отдавать наверняка раундов команде Team Dignitas. Но успешным датчане, естественно, вышли в прошлом раунде на Б, зажали эту точку с двух сторон и допустили маленькие фейлы, ребята, за КТ, и в итоге эти фейлы Dignitas и просто мне простили. Existence по-прежнему у нас на банане, тем временем Шокси на туалетах, рядом с ним Смитс пытаются отселить Смитса, хорошая флешка, снайпер уходит, откидывает флешку в ответ и выходит стреляться с длиной. Но промахивается, чекает дальше, забирает кьярбы за деревом, играет дальше и, может быть, заберет еще и за скалой кого-нибудь, но здесь очень четко перемещается конфиг. Шокси временем рядом и, по-моему, его просто не проверит МСЛ. Да, не чекает МСЛ эту позицию, Шокси подбирает АК-47, сейчас пойдет, наверное, под гранат и вычитает своего оппонента. Смитса видит конфига, но тут прилетела флешка. Конфиг делает килл, минус два, подставляется, также снайпер команды Смитс умирает, Existence остается один, по сути, на пленте и РПК к нему перетянулся. Три в три и, как бы хорошо все ни начиналось, все равно шанс у команды Dignitas серьезный. Ну и прикольно заспрейл конфиг, вышел своему тиммейту игрок G2 и Рубиниу забирает скрима на точке B. Открыта полностью эта позиция, Dignitas занимает B, они могут перевернуть сейчас раунд для себя, плюс конфиг ошибается с огнем. И тут же РПК выходит на хелпу и как он умирает, но все-таки конфиг его убивает. Тенский, вернее, выходил на хелпу, но умер от РПК. В конечном итоге ситуация 2 в 1, у Existence довольно-таки неплохая позиция, хороший тайминг и он не увидел конфига, который был внизу под ним в болоте. И конфиг забирает последнего игрока G2 и проблемки по деньгам у G2 мы видим. Тим Дигнита смогут в этом матче выйти вперед по счету и, да, действительно, эко-раунд для G2. Тим Дигнита смогут в этом матче выйти вперед по счету и, да, действительно, эко-раунд для Г2. Ну и отлично, что Дигнита, что у нас все-таки есть камбэк. Я в начале игры в чате просил людей, чтобы они немножко покаркали, чтобы Дигнита все-таки, может быть, выиграла эту игру. Но мне от этого, в общем-то, ни жарко, ни холодно. Мне всегда интерес в игре заключается в том, чтобы был экшен и была динамика. А после первой карты у нас, конечно же, ни о каком экшене говорить нельзя, потому что там все было в одни ворота. Ну и Дигнита сейчас хорошо начинает, в общем-то, оверпасс. И тут Шокс поджимает МСЛ, оно все-таки к ярбо отвечает. Тут, что интересно, от G2 такая небольшая засада на длине. Уже от G2 поняли, что довольно-таки часто их оппоненты юзают как раз эту точку и сейчас пытаются ее законтрить. И мы видим отличный сейчас тайминговый зажим от G2 с двух сторон. И к ярбо ошибается, делает все-таки конфиг на холпе, делает Смит в туалетах. И там есть вот Экзистенс, очень хорошая позиция. Обходит он как раз, убивает Рубиня, который стягивается с точки Б. И Дигнита здесь вроде как закрытый с двух сторон, но при этом игроки G2 довольно-таки растянуты. И понимают, что есть еще Экзистенс через длину, которая будет делать ретейк. И вот Экзистенс сейчас умирает, очень важный был килл для Экзистенса. Все-таки Киарба его убивает, стоит бомба, но и Дигнита смогут забрать этот раунд. Конфиг с АК-47 находится у нас под бананом. Тем временем Скрим с Эмкой выходит стрелять на холпу. Конфиг прячется в нычке и делает два минуса. Еще один раунд для команды Дигнита. Как же здорово, стали играть датчане, где же вы были на карте Дейнферна. Но на оверпассе эти парни творят какие-то чудеса. Обыгрывают G2 и теперь уж французы смотрятся не так здорово, как это было раньше. Фамас у Шокса Экзистенс. Пока что Скрим думает, берет дробовик, ЦЗшка от Эрпикея. Ну и полноценный классный бай у команды Дигнита. Рубиньо откидывает у нас Смог, который прилетает, как обычно, от туалета. Соответственно, несколько флешек и область фонтана датчане занимает очень-очень быстро. Втроем G2 пока что принимает точку B. Тут у нас находится пока что один лишь Рубиньо. Ну и, кстати, возможно, его снова будут ловить под флешечку. Уже такой момент у нас имел место на карте оверпасс. Однако, тиммейты у Рубиньо находятся очень далеко и спасти его никто не сможет. Ну, действительно, Рубиньо играет соло практически каждый раунд перед B. G2 уже это давно выкупили. Тут вопрос просто в том, что они подбирают, видимо, какой-то момент для того, чтобы поджать, либо не поджать. Ну и Дигнита довольно-таки интересно сейчас действует. Смотри, они заняли фонтаны, они заняли перед туалетами и сейчас стягиваются все полностью на точку B. А здесь вот проблема в том, что для Дигнитов то, что есть Шокс, у него очень хорошая позиция. Нет, все-таки Дигнитов разворачивается и Рубиньо. Как Шокс не убил Рубиньо? Это, конечно, фейл и это может быть ключевой минус в этом раунде. Да, и снова Рубиньо на высоте 3%. Остается у нас у этого игрока. Теперь нужно играть с Саевовенько. Просто халдить и никуда не лезть. И вроде как тиммейты могут сделать основную работу. Но при этом Рубиньо, будучи красным, отслевает еще и РПК. И остальные парни из команды Дигнитов действуют под точкой B. Скрипт возле длины, естественно, с дробовиком ничего сделать не может. Там перекрестный огонь со всех сторон Рубиньо. Еще один килл с тремя. Включает нож МСЛ. Немножко подрезал экзистенса. Оставил красным своего соперника. Это девятый раунд для команды Дигнитов. Дигнитаз. Отличная игра за атаку на карте Оверпасс. Ну, великолепно. Дигнитаз отыгрывает против G2. G2 такая команда, которая довольно-таки интересно играет также в атаке. Очень часто они играют агрессивно. И, возможно, сейчас мы увидим камбэк небольшой от G2. Ну, опять же, если посмотреть на пистолетный раунд и какие преимущества дают команде взятие этого раунда, то, конечно, можно взять пистолеточку, выйти на счет 9-9, потом попробовать взять девайсный. Ну и, соответственно, все это дело перевернуть. С другой стороны, Дигнитаз как никогда близки к тому, чтобы все-таки забрать 3 очка. Потому как в последнее время мы уже обсуждали, да, то, что у парней не складывается. Проигрывают они очень много игр подряд. Притом, вот, на, как эта лига называется, параллельно мы капитали... А, это вот квалификация на DreamHack Malme. Дигнитаз там проиграли полякам лаунж. Вот этим вот CSGO лаунж. Там, где, помнишь, там, где Лурд был тренером. Там, где Minimai сыграет, Шперо. То есть это, ну, топ-2, топ-3 Польши. И Дигнитаз вроде как раньше такие команды обкатывали на Изиче. Ну, не то, чтобы на Изиче, но они сильнее их, да, были. То вот тут проиграли в квалификации просто 2-0. И как-то безидейно закончили турнир. Игра продолжается. Пистолеточка. Тим Дигнитаз в защите. G2 в атаке. Смотрим. Пистолеты. Юспики П-2000 у команды Дигнитаз. В ответ Глоки. Экзистенс покупает 2 флешки плюс Смок. Плюс, опять же, 4 первых армора у всех остальных игроков команды G2. Подходит у нас Шокси на точку Б. Все остальные его тиммейты идут в область Фонтана. Занимает детскую площадку. И МСЛ замечает своих соперников. Остается дальше. Играет агрессивно на столах. Оцеливает Смитса. Выходит и оцеливает вместе с Крима. В итоге, очень грамотный пуш от команды Дигнитаз. Может закончиться очень легкими пистолетами. Шокси один против пятерых. Оцеливает Рубинио. Идет дальше. Но в итоге выдал свое месторасположение. МСЛ вблизи. Спалил Шокс его. Играет дальше. Аккуратничает. Выходит все-таки стреляться. Но не спешит умирать. Уходит поглубже. Бомба при этом лежит перед длиной. И МСЛ ее не отдает. Конфиг заходит к оппоненту в спину. Начинает попадать соперника. Грамотно играет. 58%. 77% у Шокса. Шокс выходит фонтаном. И оцеливает Кьярбой. Но тот был совсем красным. Тенске тем временем уже вплотную подобрался вместе с МСЛ. К своему сопернику. И Шокси все-таки погибает. Но рано или поздно 1 в 5 ты, естественно, не возьмешь. Особенно, когда против тебя играет серьезная команда. Которая обходит тебя со всех сторон. И зажимает. Действительно, так и есть. Очень сложно было разрулить Шоксу. Конечно же, ситуация была 1 в 4. Отличная работа от Тим Дигнитаз. Скирбой и МСЛ сделали по 2 минуса. Агрессивно сыграли в пистолеточки. Не побоялись того, чтобы вроде как агрессия может привести к тому, что можно отдать раунд. Но все-таки сыграли четко. И мы видим сейчас форсбай от G2. У G2 особенно тактика какая-то не просматривается. Все сводится к индивидуальным действиям каждого из игроков французского коллектива. Бомба лежит просто на детской площадке. При этом мы видим, что уже 2 игрока подходят по длине очень близко. И Экзистенс находит на точке B. Конфига, которая ошибается. И G2 сейчас могут попробовать что-то выжить. Из этого какой-то максимум. И может быть где-то еще сыграть удачно на размине. В конечном итоге забрать этот форсбай. Погибает конфиг 5-4. G2 по-прежнему халдят. Понимают, что можно взять действительно этот раунд. Этот раунд крайне важен для парней. Потому что они пока что летят очень уверенно на карте оверпасс. Поначалу смотрели хорошо. Но в какой-то момент инициатива прилетела к команде Дигнитас. Погибает у нас тем временем еще один игрок у датского коллектива. Минус рубиню на халпе. Остается Тенске. 1 в 4. У Тенске Мка. Но что он может с ней сделать против четверых. Засейвить. На такой позиции. Да. Только лишь засейвить. Уходит у нас Тенске. Наверное даже не станет вычислять своих соперников. В итоге подбирает G2 Фамас. И Шокси взял Фамас. Я так понимаю Смитс должен подобрать. Еще остальные парни возьмут какие-то девайсы. Это хорошо. Седьмой раунд для команды G2. Французы будут бороться до конца. Смотрим дальше. Ну и вот она игра от Dignitas. Которая абсолютно 100% ошибается. Отдаются пистолетом. Притом отдаются как-то они делают это по одному. Абсолютно безидейно. И я вот вспомнил команду Flipside. Которая недавно играла против Envias. По-моему мы как раз с тобой комментировали. Не помню. Не важно кто комментировал. Но это было тоже Pro League. И там вот против вот таких вот баев. Которые делали. Я правда не помню на каких там картах это было. Но вот французы Envias сделали такие же самые баи. И вот в двух раундах абсолютно одинаково. Когда делают Envias force buy. Flipside отыгрывают как раз в защите. Было настолько идеально. Что они делают 5 минусов. У них четко там видно продумано. Стратегия конкретно на эти раунды. Понятно что индивидуально каждый может где-то ошибиться. И можно в конечном итоге раун проиграть. Но тем не менее Flipside очень неплохо. Рубинио поджимает фонтан. И делает 2 минуса. Ну и все. Нужно сейчас успокоиться. Потому что сейчас должны уже атаковать G2. Ну и арпике мы видим все-таки. Небольшие проблемки здесь в общем-то разруливает. И в конечном итоге конфиг стэнский остается вдвоем против троих. Но если сейчас кто-то индивидуально сыграет как-то на поджимчике. Попробует может как-то на скелетом как-то отыграть. Типа поджать, прочитать. То может быть что-то и получится. Нужно рисковать здесь Дигнитесом. Они находятся в меньшинстве. Ну и G2 правильно делает. Они группируются в небольшую кучку. И через длину судя по всему пойдут на точку А. Ну и прочитают ли Дигнитесом? Будут ли объединяться? Или станут просто один в один? Если один в один, тогда шансов конечно меньше. Если все-таки попробуют вместе сыграть, тогда все было бы неплохо. Но судя по позиции Тенски, он останется на Б пленте. И многое сейчас зависит от конфига. Сумеет ли он сделать ну два килла наверное. Потому что если сделает один килл, все равно у Тенски шансов не будет. Ибо он находится слишком далеко. И диффузов у него кстати тоже нет. Ну это грамотное решение. Нет смысла здесь бороться и бодаться одному против троих. Тут очевидно, что G2 просто не отдадут этот раунд. Тенски действительно по вот эти вот два сейва. Во-первых, он сейвит тяжелый армор. Это большой плюс. Ну вот вы можете посчитать, что в двух раунах, в которых он там мог потратить тысячу долларов на чужолый армор, он как бы этого не сделал. Поэтому уже плюсово. Ну и эмочка, конечно же. Это очень важный девайс. И учитывая то, что... А, я все-таки, ты видишь, я просчитался. Я думал, что будет еще. Сейчас будет уже бай. Но, видимо, понадобится еще один эко-раунд. Сейчас сделали форс. Ну Дегнитос вроде как неплохо. Рубидис сделал два минуса. Но нужно было сразу же отходить. Потому что в таких случаях террористы будут тут же контратаковать эту позицию. И там получается, что у нас и по девайсам, и по... Опять же, по тем же позициям все плохо. Поэтому не получилось, видимо, отыграть. Дальше пассивно на откате. И тим Дегнитос все-таки проиграли этот раунд. Тут Тенский засейвил. Подобрал, мы видим, АК. Поменял эмку на АК. И в конечном итоге сейчас еще один эко-раунд от Дегнитос. Поджали у нас Дегнитос. И пока что фонтаны. Снова погибает МСЛ Киарва. И этот раз поджим уже не такой удачный. Тенский, правда, выходит в звены стреляться. И погибает от Эрпикея. 10-9. Команда G2 собралась. И парни не собираются легко и просто отдавать карту оверпасс. Они в пух и прах разгромили команду Дегнитос на Инферно. И теперь стараются ответить на оверпассе. Эмки такие эмки-сяки. У команды Дегнитос АВП у Смитса. И, наверное, это бонус для французов. Потому что Смитс с этой винтовкой, конечно же, хорош. Ну и Дегнитос играет без АВП. Кстати, у нас это Дегнитос та команда. Мы уже не раз с тобой обсуждали. Где крайне редко юзается АВП. Иногда, может быть, берет его МСЛ. Но в целом парня предпочитает играть просто с винтовками. Обычными, штурмовыми. И, в общем-то, АВП им не нужно. Медленно начинает G2. Но при этом, мы видим, уже создали какой-то экшен перед B. Бомба находится как раз именно там. Экзистенса с Смитсом проходит через трубу. Будет выходить на болото перед Зигом. РПК как раз чекает сейчас дверь. Ну и, судя по всему, тут G2 собирается заходить на точку B. А здесь, правда, небольшие проблемки в плане контроля карты. Два игрока у Дегнитос на этой позиции. Но уже стягивается хелпа. И вот-вот начнется заход от французов. Доходят в итоге на конфига. Этот парень делает один килл. Второй килл действует дальше в Больших Песках. И еще один минус от конфига. Молодое поколение команды Дегнитос просто не ощущает в этом раунде своих соперников из команды G2. И легко и просто парни уложили абсолютно всех в туннелях на подходах к точке B. Тенский подбирает АВП для своего капитана. Меняется, естественно, с МСЛ. МСЛ не самый хороший снайпер. Но какие-то дефолтные киллы, конечно же, сделать гораздо. Калаши у команды G2. Парни закупились под завязку. Но это один из самых важных раундов. Потому что если мы глянем на тап, мы увидим, что денег у французов не так уж и много. И если все-таки команда Дегнитос возьмет 12-й, то инициатива будет на их стороне. Тенский откидывает флешки в большие. Пока что с ним рядом играет конфиг на бочках. Все это прикрывает Рубиньо. Но вроде как G2 поняли ошибки своего прошлого раунда. И теперь играют явно не спеша. Они не торопятся. Действительно, чекают. Сейчас была первая стычка у нас в районе туалета. На Коц или Кербае до 80 хп. Не очень это, в общем-то, на него повлияло. Он все-таки решил просто отдать позицию, не испытывать судьбу. И, в общем-то, играет довольно-таки сейчас пассивно. Но этим Дегнитос, в общем-то, держит втроем точку А и вдвоем точку Б. Сейчас G2 уже стягивается большинством своим на точку А. И будут сплитовать через бананы длину как раз именно эту точку. Стоят у нас пока что G2 и MSL делает минус скрим. Моментально погибает у нас. Пытался прочекать как раз-таки КТ-спаун. Но MSL с реакцией не подкачал. Рубиньо оцеливает туалеты. Бомба выпала. Пошла информация для остальных игроков команды Дингта, что можно перетягиваться с Б-плента. Уже на подходах Тенский и Конфиг. И я не представляю, как тут нужно тащить и брать Татра. Но с другой стороны, если возьмут бомбу, тогда можно было бы еще быстро через банан отойти на точку Б. Но нет, они взяли плент и снова идут на А. Погибает Рубиньо. MSL тем временем забирает экзистенса. Шокси чекает правый угол. И Тенский прикрывает своего тиммейта. И не дает Шоксику делать килл. 12-9. Еще один раунд для команды Дигнатас. И у команды G2 нет денег. А это значит, что нужно играть с пистолетами. Почти фулл эко. Возможно, кто-то купит пистолеты P250. Но этого, наверное, не хватит против хорошего и классного бая от команды Дигнатас. Ну и главное для Дигнатас сейчас не отдать этот раунд. Естественно, не отдать. Они уже, кстати, напомню, что они отдали форсбай G2-шникам. И G2 сейчас, судя по всему, пытаются очень быстро пропушить точку Б. Отличный огонь от Дигнатас. Хаешка отличная от Тенский. И пошел выход через Зик. Хаешка просто замечательная. Она нанесла огромное количество дэмэджа по всем оппонентам. В итоге этот парень, по сути, взял этот раунд. Тиммейты подтянули, сделали киллы. 13-9 в пользу команды Дигнатас. И повторяется ситуация с позапрошлым раундом в плане экономики. Если команда G2 проигрывает эту команду Дигнатас 14-й, естественно, на 15-й у них тоже не будет экономики. Придется сделать эко и отдать соперникам колоссальное лидерство. Карта оверпасс, карта дефенса и Дигнатасы все-таки эту карту играют. Вчера проиграли Na'Vi 16-3. Сегодня демонстрирует совсем другой результат против команды G2. Новый раунд и снова холд от обеих команд. Новый раунд и новые возможности. И попыточки от РПК. МСЛ отличная работа с АВП. Но тут Киарба играл на холпе. На холпе на косу он сильно РПК. Но РПК все-таки убил его скриме. Делает минус МСЛ. На длине проваливается эта точка. То есть точка А у Тим Дигнатас. Очень быстрая стяжка с Б. И очень быстрая стяжка на точку Б. В итоге отлично делает все конфигтенски. Делает еще один минус. Смитс врывается. Откидывает смоки. Шансы хорошие в любом случае у Дигов. Потому что Смитс красный. Рубиня чекает клубу. Там уже находится его оппонент. В итоге скрима переселивает. Смитс один против двоих. У Смитса 9%. Бомба рядом. И Смитс погибает. Бомба не стояла. 800 долларов не зарабатывает команда G2. С деньгами напряженка. 3-3,5. Этого хватит на Галилы Теки. Наверное будут брать. 15 раунд никто не любит просто так в сухую отдавать. Экзитсенс командует. Парни покупают вторые арморы. Берут Теки, калаши и естественно гранаты. Но против эмок и АВП. Опять же взять такой раунд будет очень и очень тяжело. Мы видим, что у G2 не складывается в последних раундах. Четыре раунда подряд они отдали Тим Дигнитас. Дигнитас отлично обороняется. И сейчас, когда я говорю как раз тяжко, я имел ввиду Дигнитасов. И тут же, когда Дигнитас начали стягиваться на B, вернее с B на точку A, как раз G2 начали, опять же, устроили стяжко на стяжку. В итоге у нас получилось. И G2 проиграли ситуации 2 в 2. Ну, там у Дигнитас, в общем-то, все довольно-таки успешно складывалось. Несмотря на то, что они вроде как начали с ситуации 4 в 3. Напомню, MSL там играл агрессивно, сделал минус. Но в итоге потеряли двоих игроки Тим Дигнитас. G2 довольно-таки быстро начали заходить на A. Но серию разменов проиграли. И остались 2 в 2. И проиграли в конечном итоге ситуацию на B. Сейчас мы видим, что уже через длину втроем игроки команды G2 готовы, судя по всему, заходить на точку A. Шокс тут фейкует на B. Экзистенс, гранатки, и пошел заход от G2. Вот-вот мы сейчас увидим кучу экшена. Кярбай на туалетах откидывает Смок перед собой. MSL тем временем с АВПшкой смотрит и отстреливает скрима. Погибает Экзистенс, минус Митер. Пикей погибает. Шокс делает киллы, начинает пушить дальше. Прилетает гранатки. Шокс остается 1 против 4. Минус Тенске. Шокс сумеет ли? Но, по-моему, нет, догадывается, что в спине, может быть, кто-то находится. Ой-ой-ой, Шокс. И какой же разворот на 180. Смотрение команды Дигнитас падает. Кярба погибает. Конфиг вылазит, стрелятся и все-таки пережимает своего соперника. 15-9 команда Дигнитас в шаге от победы на карте Верпасс. Все-таки сумели, сумели Дигнитасы здорово откомбетчить на второй карте. Если сравнивать, опять же, с первой, потому что там был полный провал. И, может быть, заберут у команды G2 заветные 3 очка. Ну, а, соответственно, G2-то претендует на вхождение в топ-4. И этот проигрыш, конечно же... На руку Нави. Очень-очень досадный. Мы, конечно же, на руку нашим с вами парням из Нави. Кстати, Нави мы будем смотреть завтра против Липсайд в рамках Counterfeit League. Экзистенс рывается на Б-плэн, делает два лица. Кярба и Рубини остаются 2 на 2 против РПК и скрима. Что поставил только что стэком Экзистенс. Очень классно пропушили через Зик и G2. И в конечном итоге мы видим, что ситуация 2 в 2. И тут проблема для Дигнита заключается в том, что они сейчас будут выходить в дым. А придется по-любому ждать, когда он рассеется. Это очень много времени для G2. И сейчас, понимает, очень личный выпад от скрима. Сейчас еще и будет флешечка. И он ослепил сам себя. Кярба и откидывает ему огонь. В итоге скрим выходит и умирает от Кярба. И Кярба и должен сейчас прочитать РПК. Дефузы есть, есть время. И РПК все-таки берет этот раунд. И G2 цепляются за десятый. Есть 5 матчпоинтов у Тим Дигнита. Деньги вроде как тоже есть. Ну и, кстати, G2 сейчас по экономике также будет выступать в принципе неплохо. В том плане, что если... А, ну, а что им экономика? У них уже без права на ошибку. В общем-то, в каждом раунде бай. Если проиграют раунд, то проиграют игру. Ну и мы видим, что у Дигнита есть хороший бай. Есть у МСЛ АВП. МСЛ с АВПшкой поджимает пока что банан. Чекает область фонтанов. Тем временем Рубинио с тиммейтами уже в туннеле. Халдят у нас G2. РПК понимает, что в туннелях, возможно, находится соперник. И откидывает флешку. Она толком никого не слепит. Флешка абсолютно бесполезная. В итоге РПК погиб. Коктейль Молотова от Рубинио на столы. И, скорее всего, под этот коктейль постараются уйти из туннеля. Отойти и зайти в пассивный диффанс. Собственно, так и происходит. МСЛ занимает более глубокую позицию. Отходит Рубинио. Чекает длину. Тем временем Тенский тоже смотрит длину. Но остальная команда G2 находится у нас под точкой B. И здесь тоже далеко решили пойти ребята из команды Дигнтас. И как раз-таки тот самый момент, когда G2 начинает выход. А Дигнтасы еще позиции свои не заняли. Хотя нет. Находится парня у нас на халпе в подсадке. Конфиг делает килл. Смит погибает. Погибает также Шокси. Отличная судьба, как всегда, от конфига. Экзистан со скримом остается вдвоем против пятерых. Экзистан ставит бомбу. Постарается разыграть со своим тиммейтом этот раунд. Скрим вешает хэдшот. Экзистан откидывает флешку. Скрим делает два минуса. Экзистан на халпе погибает все-таки. В итоге Скрим тоже мертв. 16-10. Победа команды Дигнтас. Поздравляем до чанса. Умели взять три очка в этой нелегкой битве. Мы не прощаемся, сука. Следующая игра совсем скоро. Кто с кем играет, Алексей? Не против Фнатик. Это же невероятно. У нас просто отличное противостояние. Я вам очень рекомендую не пропустить эту шпилку. Она будет в очень многих аспектах интересной. Это лидеры таблицы. Ну и топчик-топчик. Не переключаемся. Нип Фнатик совсем скоро.